Майрбек Тайсумов в одном интервью сказал, как только я получу пояс, вы меня не найдете. Вот вы думали о том, что вы будете делать, если вы заберете пояс? Как вы будете дальше развиваться? Или наоборот, это будет цель конечная и уже все, больше можно будет ничего не делать. На одном поясе я надеюсь, что я не буду останавливаться. И желание есть забрать пару поясов и быть в лучшем мире. И потом посмотрим, куда я денусь. У меня нету цели, когда куда-то пропасть. Хочется быть со своей себе. От чего зависит сейчас, в какой вы категории деретесь? То есть вы деретесь 84-77, и я, по-моему, опять 84, и сейчас опять 77. Это мой тренер выбирает. Если он хочет 77, я подавался, я дерусь. Я думаю, что он 84 и 84, друзья. По мне, оба весовые мои. Ну, для меня подходят. Кто вам интереснее, как соперник, если брать вот чемпионов, Камара Усман или Израиля Десания в двух весовых категориях? Камара Усман, конечно. Потому что у него борьба хорошая, все говорят, но хороший борьба ситуация, да. Ну, я хочу показать в Америке или в российской борьбе школы лучше. Вы будете, если с Усманом драться, проводить сборы в России как раз-таки? Ну, то есть в Чечне, Дагестан, Осетия, вот место, где умеют бороться? Я буду готовиться в Алстерсе, но борцов к тебе позову. А кто-то есть на примете? Ну, там в Чечне есть хорошие ребята-борцы. Ну, не обязательно там взять какого-то олимпийского чемпиона или чемпиона мира. Хорошего уровня, мастера спорта там взять. Все равно борьба по ММА и борьба на ковре – это совсем другое. Мне нужен борец, который может у сетки бороться там и чуть крепче умеет, знаешь, просто как боль на борьбе стоишь на ковре и только проходит.